Добрый вечер! Пришло время обсудить очередное домашнее задание. Наш сегодняшний урок посвящен перфектным причастиям в греческом языке, но и также некоторым специальным конструкциям, содержащим причастие, особенно самостоятельному родительному падежу. Напоминаю, что это видео вы можете смотреть после того, как сами выполнили домашнее задание, ну и по крайней мере сделали максимум того, на что вы способны, и теперь желаете разобраться в каких-то мелочах, уточнить правильно, неправильно вы выполнили, и еще раз упражняться в греческом языке. Итак, начнем с первого предложения. Пепистеу котес де экулутесан ауто хо охлой. Хой охлой. В данном случае у нас перфектное причастие. Пепистеу котес. Пе удвоение, как и у всех перфектных форм. К образующее времени. От суффикс хорошо виден. И С окончание именительного падежа множественного числа. Уверовав же экулутесан, а не подлежащие у нас хой охлой, толпы, ну или множество народа, или толпа, тут по-русски мы можем по-разному переводить, ну пусть будет там множество народа. Уверовав же множество народа следовало за ним. В зависимости от того, какой охлой мы переведем, вот надо будет согласовать в переводе подлежащие и сказуемое. Множество народа в русском языке единственного числа, поэтому и я перевел, несмотря на то, что здесь множественное число, следовало. Но если вы переведете толпы, просто толпы следовали, как-то немного странно звучит, толпа следовала, ну какое-то возникает ощущение неорганизованности и так далее, и слово охлой, оно и в единственном числе, и во множественном числе, в любом случае обозначает множество народа. Ну а что касается перфектного причастия, здесь видите, оно согласуется с подлежащим, не имеет артикля, и на русский язык переводится как обстоятельственное, то есть депричастие. Уверовав, и подразумевается, что они в какой-то момент уверовали, и вот сейчас они находятся в состоянии верования, есть последствия по этому перфектному причастию, уверовав же последовали за ним толпы. Второе. В данном случае у нас есть от глагола хорао и перфектное причастие, и, собственно, перфект. Перфектное причастие хоракос, видите, хоро основа, и здесь тоже хоро основа, потом к образующее времени, или ке образующее времени, и здесь у нас беглое ню в третьем лице единственном числе, перфекта просто никакого окончания нет, но появляется и исчезает беглое ню. А что касается причастия перфекта, то к образующее времени и от был суффикс, как вот здесь, у которого т было съедено сигмой, и осталось просто ос. Омикрон в Омегу компенсаторно удлинилось. Он не самая простая для распознавания форма, но вам нужно заучить, что кос – это типичное, стандартное окончание для перфектов, именительный падеж, единственное число – мужской род. Посмотрите, как похожи эти формы друг на друга. Тем не менее, в личных глаголах вы никогда не увидите на конце что-то типа ос, а в причастиях никогда не увидите на конце что-то типа n, поэтому вот по этим особенностям, потому что идёт после к, вы можете отличить перфектное причастие от личного глагола в перфекте. Что касается перевода, то «Увидевший меня, увидел отца». Третье предложение. «Эгенута антропос, апесталменос, паратэу, онумауту и анос». «Эгенута антропос, появился человек». Теперь «апесталменос», это у нас перфектное перечастие от «апустел». Смотрим «ап» приставка. «Э» – это удвоение для ситуации, когда основа начинается с группы согласных. Если одиночное согласное, то, видите, происходит просто удвоение согласное добавлением «эпсилон», а если группа согласных, то просто добавляется «эпсилон». Причём у перфекта при «я» части, вот это удвоение, оно есть, это не надо путать соористом, поэтому, несмотря на то, что при части, вот здесь мы наблюдаем удвоение, потом «основа стал» и «мен» – среднестрадательный суффикс. У перфекта в среднестрадательном залоге суффикс сразу добавляется к основе, ну и потом падежное окончание «ос». На первый взгляд это может напоминать что-то типа аориста, видите, «ап», «э», «стал». Ну, как-то вот выглядит как аорист, вот за счёт этой «эпсилон», которую легко перепутать с превращением. Но если бы это был аорист, то мы бы не встретили в конце «менос», который вот для аориста невозможен. Если бы было это при части аориста, то не было бы приращения, ну и после лямбды была бы альфа, образующая времени, это сонорный глагол, сани может быть, но альфа может быть. А здесь, видите, «основа» и плюс сразу «мен» – суффикс среднестрадательного залога. Если бы это был личный глагол в аористе, да, вот тут, конечно, было приращение, но «менос» вот среди личных форм нет. Понятно, что нужно много деталей учитывать, когда мы распознаём формы и сразу смотреть в совокупности. Вот это вот «эпсилон», которое может быть истолковано как аористное переращение и как перфектное удвоение. И потом, когда мы вот доходим до конца глагола, видим суффикс «мен», у нас становится всё на свои места, и мы понимаем, что это за форма. Да, вот эта вот процедура распознавания, она немного тяжеловатая. Наверное, с большим опытом приходит какая-то привычка, и вы уже не расчленяете слово на части, а просто узнаете его формы. Но пока большого опыта нет, нужна такая вот аналитическая работа, когда вы отвечаете на вопрос вообще «зачем каждый из элементов в слове понадобился?» И ответ, как правило, вполне однозначный, и греки ж могли распознавать формы. Значит, и мы можем с вами распознать форму, если увидим достаточно деталей. Итак, появился человек, какой? Посланный от Бога. Имя ему Иоанн. Ну, почему перфектное причастие? В какой-то момент Бог его послал, и вот он появился, вот он перед нами. То есть, следствия этого посылания мы, вот как по контексту, вполне видим. Четвёртое. То ге генеменон эктэс саркоз сарксэстин, кайто генеменон эктур пневмотос пневмоэстин. У нас перфектное причастие ге, генеменон. Ге – удвоение. Здесь оно нормально, хорошо видно. Гене – основа глагола генаум. Мен – суффикс среднестрадательного залога. Ну, Иоанн в падежное окончание для именительного падежа. Вот для именительного падежа, прошу прощения. Среднего рода. Рождённое от плоти – плоть есть. И рождённое от духа – дух есть. Если вы посмотрите контекст, что там, в общем-то, речь идёт о людях, и мы можем немного озадачиваться тем, что у нас здесь средний род, и даже в синодальном переводе, по-моему, рождённое от плоти, они не средний, а мужской род используют. Но в греческом языке средний род обобщающий, мы с этим не раз с вами сталкивались, и это справедливо и для того, чтобы сказать о человеке, ну и вообще для того, чтобы выразить некий общий принцип. Всё рождённое, и люди, допустим, не люди, и что-то одно, и другое, но всё рождённое от плоти является плотью, рождённое от духа является духом. Пятое. И они были удивлены учением его. Предлог «эпи» очень многозначный, это может быть самый многозначный предлог в греческом языке, но в контексте данном удивлены, чем учением, там, удивились, чему учением можно перевести. И вообще предлог «эпи» очень часто выражает основание для чего-нибудь. В данном случае он выражает основание для удивления, но привычные вам переводы, там, «на», «при» и так далее, которые вы учили, ни один из них не сочетается лёгким образом с глаголом «удивляться», поэтому мы просто переводим «были удивлены учением его». Дальше. «Ибо», а вот здесь у нас пример не на перфектное причастие, а на так называемое описательное спряжение. «Энн дидаскон». Имперфект от глагола «эйми» плюс причастие настоящего времени. «Был учащий». Но, конечно же, нам не надо так переводить «он», ибо «он» был учащий их. Мы должны вспомнить принцип описательного спряжения, что форма «эйми» плюс причастие фактически эквивалентна личному глаголу. В данном случае «имперфект» плюс причастие настоящего времени фактически эквивалентна «имперфекту». И переводим, как если бы здесь у нас был «имперфект» от глагола «дидаско». «Ибо он учил их, как власть имеющей, и не как книжники». В классическом греческом языке такая конструкция подчеркивала видовую значимость, то есть в данном случае настоящее время, и видовая значимость настоящее время и продолженность. Правда, в «кайне» вот это вот значение несколько ослабло, поэтому не так, чтобы уж там сильно продолженность подчеркивается. И по своему употреблению «имперфект» либо вот такая конструкция «имперфекта» и «ми» плюс причастие практически одинаково. Шестое. «Кэээутус эти ауту лолунтос парагенетай иудас хээстон додека кэмет ауту охлос». А если бы мы переводили пословно данное предложение, у нас, наверное, возникла бы проблема. И тотчас. «Еще его говорящего» приходит иуда и так далее. И когда мы сталкиваемся с такой вот сложностью в переводе, это подсказка, что, видимо, используется какая-то специальная конструкция. Ну, в рамках данного урока, достаточно легко пока еще вспомнить, используется так называемый самостоятельный родительный падеж. У нас, видите, есть субстантив в родительном падеже, есть причастие в родительном падеже, и вся эта конструкция никак от слов в остатке этого предложения не зависит. То есть нет какого-то слова там в главном предложении, которое бы этот причастный оборот определял. Поэтому этот причастный оборот мы, следуя нормам русского языка, переводим как предаточное предложение. Ну, предаточное предложение времени – самый распространенный вариант, поэтому добавляем в слово «когда». И тотчас. «Когда еще». Слово в родительном падеже ставим в уменительный падеж. «Он» – причастие, превращаем в личный глагол «говорил» – «приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним толпа». Я здесь перевел «один из двенадцати» и слово «один», и потом слово «в родительном падеже во множественном числе». Родительный падеж указывает на связь «один» как-то связанный с двенадцатью. Но слово «один» плюс что-то в родительном падеже во множественном числе – это стандартнейшая часто встречающаяся конструкция «один из какой-то группы людей», «один из двенадцати», поэтому так вот и переводим. И тотчас. «Когда еще он говорил», приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним толпа. Седьмое. Обратите внимание на вот эту конструкцию. «Н» был, «беблеменос» – брошенный. А так как здесь у нас страдательный залог, и в русском языке страдательный залог тоже, зачастую выражается с помощью описательного спряжения, вот это описательное спряжение нам будет переводить достаточно легко. Теперь, что касается формы, смотрите. «Бе-бле-мен-ос». «Бе-удвоение», «бле-основа» – это основа для глагола «балло». У него в настоящем времени «балл» с двумя «л», в других временах только одна «л», а в перфекте место «балл» – «бле». «Был» хорошо все еще видна, и корень вот в принципе можно узнать. «Мен» – среднестрадательный суффикс, «иос» – окончание. «Ибо еще не был брошен в тюрьму Иран». «Восьмой». «Кай эгэнуто, экту урану хэрэхос, кай эплэросен холонтон ойкон, у эсан катэменой». «И» появился с неба шум, «И» наполнил «Аорист» от «Плэроу». «Э» – превращение в «Плэроу». «Основа» – «Сигма», видите, «Аористная». «И» наполнил весь дом, «Где?» И теперь смотрите «эсан» – «Имперфект» от глагола «эйми» и «катэменой». «Катэменой» – это перечастие от глагола «катэмай». Причем, видите, перечастие «настоящего времени». Здесь у нас никаких ни удвоений, ни суффиксов, ничего нет. Просто вот основа «катэ», и «мен» – образующая причастие, суффикс «причастие» для среднестрадательного залога. «Где они были сидящие?» Ну, так, конечно, переводить не надо, потому что это, опять-таки, у нас опресательное спряжение, фактически эквивалент «имперфекта» от глагола «сидеть», и, может быть, легко переведено, где они сидели. И появился с неба шум, и напомнил весь дом, где они сидели. Девятая, «Поисточка» от глагола «сидеть» «поисточка» от глагола «сидеть» «поисточка» от глагола «сидеть». Опять-таки, пословный перевод вывел бы здесь сложность. Это его говорившую многие уверены. А у нас родительный самостоятельный, и, как обычно, переводим, добавляем слово «когда», а субстантив в родительном ставим в уменительное, при чести превращаем личный глагол. «Когда» «это» «он» «говорил» Таута, ну, это множественное число формально, эти вещи, эти слова «он» «говорил». Ну, если мы не будем добавлять какие-то дополнительные термины, то тогда для обобщения придется русское «это» просто использовать. Именно оно у нас обобщающее. «Ибо», ой, не «ибо», «когда» «это» «он» «говорил», многие уверовали в него. В данном случае «аорис» от «пистеу» «э», «пистеу», «сан», «н». Многие уверовали в него. Итак, «элегант». Итак, говорил Иисус «к» «пепистеу контас» «пе» «удвоение», «пистеу» «основа», «к» «образующая перфекта» «от» «морфема «причастия» и «ас» «окончания» «это» «перфектное причастие от пистелла», «винительный падеж», «множественное число», «соск», «увервавшим» в него, ну, или поверившим ему «иудеям». то есть, то есть, почему «перфектное причастие», в какой-то момент уверовали, и вот вера у них есть. «Если вы пребудете в слове моем, истинно, ученики мои, вы есть». Итак, в целом, когда это он говорил, многие уверовали в него, и так говорил Иисус к уверовавшим в него иудеям, если вы приводите в слове моем, истинно, ученики мои, вы ученики мои. Десятое. «Кайхой вофагонтес, кайхой оклутунтес, экрадзон, сана, элгоменос хо эхоменос эн, ономоте, курио, элгоменех эхомен, эхомене, басиле, тупатрос, хемон, давид, асана, эн, тоис, хуксис, тоис». И, предшествующее И. «Аколутунтес», глагол «аколутео», в данном случае от него образовано предчастие настоящего времени, видите, суффикс «нт», «аколуте», вот здесь «эпсилон» основы и омегрансоединительная гласность слились в дифтонг «у», поэтому вот здесь «у», если может быть оно вас смущает, но никаких больше изменений нет, это нормальное настоящее время. Следующие предчастия какие, следующие, видите, с артиклем, к тому же оно ничего не определяет, оно субстантивированное, и предшествующие следующие. «экорзон», «кричали», «имперфект» от «крадзу», «э» превращение, «крадз», такая же основа, как в настоящем времени, но и окончание «он», «кричали», «имперфект», то есть какое-то время это продолжалось. «асана», ну, это просто греческими словами записанное еврейское слово, в переводе с еврейского что-то типа «спаси же», но это еще и такой вот приветственный возглас. «асана», «элугуменос». Данную форму достаточно сложно распознать, ну, по крайней мере, сложно правильно распознать. Мы легко видим, что это от глагола «элугео», благословляю, но что это за форма? Ну, по крайней мере, на первый взгляд очень похожая на причастие настоящего времени страдательного залога в виде суффикс «мену». Но если бы это было настоящее время страдательного залога, то что бы здесь было? «элуге» основа у этого глагола, потом «омикрон» была бы соединительная гласная, ну, потом у суффикс «мен» и окончание «ос». А «эпсилон» основы и «омикрон» соединительная гласная должны были бы здесь слиться в дифтонг «у». Вот посмотрите, как у глагола «акулутун» «тес». Да, здесь действительный залог, но слияние в любом случае выглядело бы точно так же. Однако здесь место слияния, которое дало бы дифтонг «у», мы почему-то видим эту. Дело в том, что на самом деле это перфектное причастие от «элугеу». Почему оно выглядит так, как выглядит? Ну, во-первых, мы с вами говорили, что когда слово начинается с «эл», то и в случае приращения в «ауристе», и в случае удвоения в «перфекте», и то, и другое может отсутствовать. «эл», а достаточно часто в греческом языке никак не меняется. Ну, по-хорошему, по «эпсилон» должна была бы удлиниться в эту, то есть первогласная дифтонга, но вот дифтонг «эл» не меняется, связано это с тем, что «эл» на самом деле этимологически это слово «благо». «Элугеу» «благословение». Да, вот, слушайте, русское слово «благое» «благое» слово. И вот это вот «эл», так как от слова «благо», оно, чтобы вот это сохранить, это значение «благое» никак не изменяется. Поэтому, хотя это и «перфект», но вот здесь явно никакого удвоения мы не видим. Но это «перфект», почему мы узнаем, потому что суффикс «мен» добавляется прямо к основе без всяких изменений, без всяких соединительных гласных, безо всяких образующих времени. Естественно, когда морфема при части добавляется, так же, как и другие суффиксы, образующие времени и так далее добавляются, то у слитных глаголов гласное с линейной удлиняется, «эпсилон» удлиняется в этом. Поэтому, так как здесь не соединительное гласное, а потом что-то, а просто сразу суффикс добавился, то мы видим не дифтонг «у», а видим удлинившуюся соединительную гласную, «эпсилон» удлинилась в эту. И вот по этой небольшой детали мы с вами догадываемся, что перед нами причастие перфекта среднестрадательного залога. Причастие перфекта, как мы можем перевести, называют, ну, благословенный. Если действительный залог благословляющий, то есть благословение на кого-то направлено, то страдательный залог благословенный, то есть благословение вот направлено на, так сказать, подлежащее. Теперь следующее, «хо эхомонос», еще одно причастие от глагола «эхомай», в данном случае точно настоящего времени, у глагола «эхомай» в других временах другие корни, видите, вот она «ос» одинникная гласная, суффикс «мен» и «ос». И в данном случае «эхомонос» «идущий», ну и в синодальном переводе очень такое красивое славянское слово «грядущий» во имя Господа. Теперь нам надо еще собрать все это вместе. У нас, видите, есть одно причастие без артикля и потом у нас причастие с артиклем «идущий», «грядущий», которое субстантивировано. Вот это вот причастие, оно исполняет одну из ролей свойственных для прилагательного, а именно оно исполняет роль такой-то именной части сказуемого. Достаточно редкая для причастия роль, но все-таки возможно. И здесь, если вы помните конструкцию, например, когда подлежащее с артиклем и есть прилагательное, являющееся именной частью сказуемого без артикля, то мы переводили это кратким прилагательным, чтобы подчеркнуть, что это подлежащее, а здесь переводим кратким причастием «благословен идущий, грядущий во имя Господа». Ну и дальше опять очень похожая конструкция, только род другой, «благословенно грядущее царство». И в данном случае у нас «эхомэне» это не субстантивированное причастие, а причастие, являющееся определением к слову «басилея». Царство. Царство какое? Грядущее. Вот видите, между артиклем и определяемым словом ставлено определяющее причастие. царство отца нашего Давида Асана в высочайших или в вышних. Ну и собирая все вместе и предшествующие, и следующие кричали «Асана, благословен идущий во имя Господа, благословенно идущие царство отца нашего Давида Асана высочайших вышних». Да, вот здесь на самом деле довольно трудно с распознаванием вот этой вот формы, ну и к тому же достаточно редкая конструкция, когда вот у нас видите, и подлежащее выражено причастием, и сказуемое выражено причастием, поэтому, может быть, да, вот если все аккуратно переводить, то, наверное, могут возникнуть какие-то трудности с этим предложением, с другой стороны, память нам подсказывает, о чем здесь идет речь, текст такой часто читаемый в связи с Ходом Иисуса в Иерусалим, и поэтому многими помним. Одиннадцатое предложение. Ходэ Презбутероитон Иудайон Эдотестон Исун Мэтэтэн Мэтэтон Эдексато Хэна Экейно Хостэн Эпангелиран Эпоэсэн Ауто Прадунай. Старейшин Жэ Иудейские Эйдотес 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 это причастие от ойда Ну, перфектное причастие, потому что ойда всегда перфект, но его нужно запомнить, эту форму эйд основа от образующее причастие это так называемый второй перфект, у него нет суффикса к образующее времени просто основа и сразу добавляется морфема причастие зная видите в подлежащем согласуется артикля не имеет поэтому мы пробуем и переводим депричастием то есть толкуем причастие как обстоятельственное зная Иисуса с учениками Эдэксатон от Дэхомай Аорист Э приращение Дэ Х Х Сад Аликса приняли хэна одного и Кейнон мы уже сегодня сталкивались с этой ситуацией когда стоит слово один а потом стоит слово в родительном падеже в множественном числе в таких случаях всегда приходится добавлять ИС приняли одного из тех имеется ввиду учеников и дальнее указательное местоимение вот эта дальность может быть ослаблена и оно может использоваться как некий аналог обычного местоимения поэтому одного из них в принципе как литературный перевод нормально который обещание сделал его предать по-русски бы мы сказали пообещал и так что получается в целом старейшины же иудейские зная Иисуса с учениками приняли одного из них из учеников из тех которые обещание сделал пообещал его предать сочиненное предложение 12 хой пепистэу кутэс эйстон иэсун христианой колумтай хоти аутон хосто христон тэ кайтон кюрион генос кусин пепистэу к от эс удвоение основа образующая времени морфема причастия окончания а в данном случае вот это перфектное причастие субстантивированное христианами уверовавшие его как здесь смотрите тэ это постпозиционный союз и постпозиционный союз в переводе надо перевести перед предыдущим словом его как и христа теперь кай и господа генос кусин они знают уверовавшие в Иисуса христианами называются потому что его и как Христа и как Господа они знают тринадцатая Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и со всеми везде ке клеменон ке удвоение кле основа это глагол калео у которого в перфекте основа кле эта основа регулярно встречается как словообразующие мы уже про это говорили экклесия параклетос вот эти вот слова они как-то помогают это клэ запомнить основа плюс сразу к основе добавляется морфиума причастия мэн среднестрадательного залога и окончание со всеми везде призванными и хупо с родительным падежом при страдательном залоге стандартно выражает действующее лицо призванное кем богом и через него благодать господа нашего иисуса христа с вами и со всеми везде призванными богом и через него четырнадцатый кэмэта таута хутус анэнно иисус пантата рэмата ту ному ту ту кэта панта та гиграмэнна энто ному и после этого так анэгнон прочитал иисус все слова закона этого и в соответствии совсем та гиграмэна г удвоение грам основа ну граф графом но под влиянием мю ф превращается тоже в мю поэтому гиграм такая вот небольшая ассимиляция мен образующая перферик при части среднестрадательного залога и окончания в соответствии со всем написанным в законе и после этого так прочитал иисус все слова закона этого в соответствии со всем написанным в законе иисус пятнадцатый для для корректного перевода нам нужно добавить слово когда это сделать личным глаголом это поставить умение именительный падеж это слово прос эл сам иной прос эл хомай в аористе в данном случае аористное причастие среднего залога суффикс майн когда молился я мы превращаем в именительный падеж когда молился я в доме вошел человек муж и поприветствовал меня это асфодзамай в аористе альфа превратилась в эту в результате превращения асфа д асфа дельта основы провзаимодействовала с сигма исчезла и у нас появляется такая форма эсфа сатон из асфодзамай поприветствовал меня и я поприветствовал его то еще один аорист асфодзамай итак когда молился я в доме вошел человек и поприветствовал меня и я поприветствовал его шестнадцатая асфодзамай асфодзамай гон тоже специально заучить перевел ели ели как-то хуже звучит когда-то мы это обсуждали асфодзамай ели ману в пустыне как теперь если дословно перевести есть написанное в данном случае у нас перфектные две части от графа мы недавно уже обсуждали похожую форму видите геодвоение грамм граф грамм корень ну ф превратилось мен суффикцион как есть написанное конечно же так не нужно переводить это описательное спряжение глагол эйми плюс причастие фактически эквивалентно просто перфекту и если бы здесь просто стоял перфект от гаголога вот так мы переводим как написано хлеб с неба дал им есть ас наше ману еле в пустыне как написано хлеб с неба дал им есть семнадцатая тауто ук энгонсан ауту хой модетай то протон ал хото эдоксасте иисус тоте эмнесте сан хото тауто эн эп ауту гиграммэна кайтауто эпоэсан ауту это не узнали его ученики сперва это это опять же я перевел множественное число как обобщающее просто словом это итак это не узнали это аорист от геноско у него корень гно видите э приращение гно корень и сан у этого слова в третьем лице множественном числе это не узнали его ученики то протон я перевел как сперва вообще протон слово обозначает первый но достаточно часто прилагательные особенно в среднем роде не определяющие какое-то другое слово могут переводиться наречно это очень типично для слова протон и вот здесь вот такой вот пример наречного употребления сперва этого не узнали ученики его сперва но видите тут это прилагательное никак по-другому в текст вы не втисните но когда был прославлен докса дзо в аористе и превращение докса д дельта перед с превратилось в сигму для зубных это типично но докса все равно можно разглядеть был прославлен аорист страдательного залога иисус тогда они вспомнили что это было о нем написано геграмм еще один случай перфектного причастия от графа видите мы уже эту форму обсуждали и это сделали ему при аорист от пои приращение пои э и са образующего времени и окончание и это сделали ему это было о нем написано причем смотрите имперфектное имперфект от глагола ими плюс еще и перфектное причастие если вы помните описательное спряжение то такая конструкция соответствует по смыслу плюс кромперфекту плюс кромперфекту это такой перфект сдвинутый в прошлое то есть когда-то в прошлом было написано а потом в другой момент в прошлом были какие-то последствия но это не значит что они потом исчезли но просто в какой-то момент в прошлом эти последствия акцентируются видите вся история о прошлом да вот ученики не поняли да потом когда был прославлен вспомнили да и осознали что вот это было написано то есть вот в писании когда-то давно было написано вот теперь оно применимо к Иисусу о нем и вот это вот сделано 18 здесь у нас причастие в родительном падеже и еще субстантив в родительном падеже опять-таки по смыслу это никак не втисните в остальное предложение то есть это оборот родительный самостоятельный потом у нас дальше просто чтобы было понятно как мы его переводим гносонтай это будущее время от гологеноско у него корень гно мы уже его встречали эгносан видите вот здесь и а тут в будущем времени да вот без перерощения гно сигма типично для будущего времени и среднее окончание в будущем он в среднем залоге встречается поэтому они узнают и раз речь идет о будущем а причастие собственного времени не имеет то когда мы будем это преобразовывать в предаточное предложение времени нам надо как-то учесть что дальше время речь пойдет о будущем переводим когда придет это элт корень прошедшее время от Эрхамай когда придет слово они узнают пророка которого послал им господь в верности там распознавание подлинных неподлинных пророков контекстуально идет речь поэтому вот Энг в вере ну может быть верность в данном контексте чуть лучше бы подошла что еще у нас здесь АПЕ стейлэн это аорист от апостелло АП приставка Э приращение стейл несколько модифицированный корень и Эн третье лицо единственное число типичное окончание так что вот здесь будьте внимательны придет слово и наверное подразумевается исполнится слово но вот в целом это родительный самостоятельный это некое переводимое неким предаточным предложением времени но мы как-то специально не затрагивали этот вопрос все-таки его затронуть стоит вот время внутри предложения которое мы сочиняем потому что причастишь не имеет времени как такового аорисное причастие выражает неопределенный вид но хронологическое время никакого не выражает и заменять аорисное причастие именно глаголом в аорисе описывающем прошедшее время это не совсем корректно нет нет время мы выбираем из окружающего контекста а здесь будущее значит по смыслу здесь будущее когда придет слово они узнают пророка которого послал им господь в верности девятнадцатая кай эхонтай палин эис хиру солума кай энто хиру перепатунтус ауту эхонтай прос аутон хой архиерейс кай хой грамотеис кай хой пресбутерой кай элеген ауту энплое экзусиет ауту поэис вопрос и они приходят опять в иерусалим дальше смотрите чтобы нам сразу корректно перевести перепатун тос причастие в родительном падеже и ауту слово в родительном падеже у нас еще один родительный самостоятельный перепатун тос причастие настоящего времени непарипатэу эпсилом микрос дифтонг у суффикс нт окончание у для родительного падежа и когда в храме ходил он где-то сделали личным глаголом это подлежащим эхонтарь приходят к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорят ему какой властью это ты делаешь вот без распознавания родительного самостоятельного опять-таки здесь было бы что-то очень коряво так в целом и они приходят опять в Иерусалим и когда в храме ходил он приходят к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему да вот и перевел говорят говорили корректно ты имперфект ему вы властью ты это делаешь двадцатый колесо тон у лаонму лаонму кайтен ук эгапамэнен эгапамэнен колесо будущее время от колео назову что не народ мой или не мой народ видите не народ мой не мой народ все субстантивируя в этот артикль превращает не народ мой в субстантив назову не мой народ народ мой назову не мой народ народом моим назову кем-то по русскому языке русский язык требует назову два винильдр падежа для русского нетипичного для греческого называть кого-то кем-то двойной введительный падеж нормальный. Поэтому назову не народ мой народом моим и невозлюбленную возлюбленной. Что это за форма такая? Это явно от глагола Агапару. Агапар, видите? Альфа удлинилась в этом. И видите, суффикс «мен». Это перфектное причастие от Агапару. Почему мы понимаем, что перфектное причастие? Не аунис, например, какой-нибудь. Во-первых, суффикс «мен» показывает, что мы имеем дело с средним или страдательным залогом причастия. А в ауристе никакого приращения бы не было. В ауристе было бы Агапару, «мен» и так далее. В ауристе, кстати, было бы еще и образующее времени «сам», который здесь тоже нет. Поэтому здесь удвоение, удвоение, так как с гласной начинается, то просто гласно удлинилось, удвоение, плюс основа, плюс сразу же к основе добавленный суффикс «мен», ну и падежное окончание. Невозлюбленную, возлюбленной. Перфектное причастие, те штуки. Ну что ж, братья, вот мы с вами посмотрели на разные примеры употребления перфектных причастий, родительных самостоятельных, описательных спряжений. Что-то полегче, что-то потруднее. И большую часть форм распознавать довольно легко. А на самом деле, по-моему, у нас только одна форма, которая вот уж, хоть и перфектно, так сильно похожа на настоящее, что озадачивает. А так, в основном, все достаточно просто. Главное, будьте внимательны и помните, что в действительном залоге перфектного причастия удвоение плюс основа, плюс к, плюс о и плюс падежное окончание, а в страдательном удвоение основа сразу же к основе суффикс «мен» и падежное окончание. Вот если вот это вот запомните и будете внимательно отслеживать все эти элементы, то перфекты будете распознавать. Благословение!